Друзья, всем привет! Паша на связи, Киев, Украина. За окном у нас 1 апреля 2024 года, а на градуснике около 25 градусов тепла в тени. Как обычно, мы сегодня с вами пройдемся по улицам Киева, это не центр, может быть, кто-то знает, кто-то угадает, что это за место. Это левый берег, где-то посерединке между Дарницкой площадью и метро, собственно, Дарница. Пройдемся, обсудим последние новости, обсудим Киев сегодня, обсудим погоду и обсудим все, что нам встретится по пути. Итак, друзья, значит, вот там вот у нас Дарницкая площадь, прямо-прямо-прямо в самом-самом конце. Собор, который строят уже, я не знаю, сколько лет. Деревья, как видите, новые, да, то есть вот это вот все разрушенное и вскопанное, это на самом деле дело рук по благоустройству. То есть они вначале выкорчевали старые деревья, точнее даже не выкорчевали, а срезали. Срезали старые деревья, остались здоровые пни, после этого они пни выкорчевали там трактором и после этого уже посадили туда новые деревья, молодые. Так, вот такое вот заточное, кто кажет, украинскую мову мисце есть. Летом оно пользуется огромной популярностью у людей такого похылого вику, которые хотят немного отдохнуть, присесть, потому что тут много тени, тут вдали, ну вдали, не вдали, так сбоку от дороги и относительно тихо. Справа растут и цветут просто классные, красивые, крупные цветы. Я даже не знаю, что это за, в кавычках, порода у цветов такая, но это выглядит очень красиво и очень симпатично. Вот видите, даже сейчас занимаются уборкой, занимаются подготовкой. Бабушка с лопатой выглядит, конечно же, в наших реалиях очень мощно. За вот этим вот зданием, вон там самом, если вам видно, да, там виднеется огромная церковь, которую все никак не могут построить. На всякого рода праздничные даты, да, там типа Пасхи, какие-то церковные даты, значимые события, все сходятся именно вот в это, старое, назовем так, здание. Сейчас, я думаю, что оно закрыто. И если заглянуть за него, то видно вот эти вот все постройки. Здание церкви, ровной, вот новой, строится на средства прихожан. Да, это все, наверное, здание строится на средства прихожан. Тут просто, вот просто взяли, вывалили, не знаю, там полтонны-тонну песка. И посмотрите, какой популярностью оно пользуется. Сюда приходят родители с детками. Летом в тени этих деревьев тут можно поиграть. В отличие от 99% всех детских площадок, которые находятся на солнце, много игрушек, оставляют, приносят игрушки. У кого они с излишком, кому слишком много дома, и почему нет. Вот такое вот классное, симпатичное, красивое место. Церковь, которая у нас за этим зданием, вот так вот она выглядит. Может быть, постараюсь отдельно вставлю фотографию, как она выглядит с противоположной стороны. Тут туалет, надпись туалет. И по Кличковской карте, по Кличковской карте об бомбоубежищах, об укрытиях, у меня на карте отмечено, что это место, эта церковь, в случае воздушной тревоги, может обеспечить укрытием до 3000 человек. Обычно я вижу, когда прохожу мимо, когда воздушная тревога, то сюда вереницей идут школьники. Вот с того угла, метров, наверное, 300, отсюда школа. И, скорее всего, в той школе нет, видимо, никаких укрытий, поэтому они все движутся сюда. Открывают ворота основные, с противоположной стороны этого скверика. Посмотрите, это все розы, видите? Которые летом будут выглядеть просто колоссально, красиво и классно. Вот такая вот каплычка. Храм входу Господнего в Ярусалим присвячивается тем, кто видав свое життя зарады Мого життя, гласит вот эта вывеска. Часто на доске объявлений пишут о каких-то мероприятиях, о каких-то поездках, которые намечаются, которые выдвигаются. Ну вот смотрите, это актуальный, это новый, это не за прошлый год. Смотрите, 6-12 березня, березня, март. Ну сейчас уже 1 апреля, поэтому пропустим. 11-17 квитня, апреля. Пасха Христова на свете земли, 7 дней, 650 баксов. 16-23 июня. Израиль, расширена программа по Галилеи, 7 дней, 660 баксов. Израиль и Ордания. 8 дней, 780 баксов в октябре. Грузия. Это украинская православная церковь, паломнический монастырь. То есть это такие экскурсии, не в плане экскурсии, а в плане, они преследуют именно вот такую вот паломническую цель. Грузия, 480 плюс авиабилет. Черногория, 500 плюс авиабилет. Остров Корфу, Греция, Кипр, Афон. 550 долларов 2-9 апреля. Вот такие вот, видите, предложения есть на ближайшее время. Место закрытое от глаз людей, потому что, когда тут проезжаешь на машине, то оно выглядит как бы не столь броско, не столь бросается в глаза. Когда идешь пешком, то часто проходишь мимо забора, мимо ворот и не заходишь сюда. Хотя, по сути, видите, центральная площадь уже даже в апреле, все четко, все пострижено, все кустики ровненькие, все кустики обстрижены, трава зеленая, все как нужно. Молодцы. Ну, такие вот, видите, кованые узоры на заборе. Во время мероприятия их открывают, и все люди прямо вот через центральный вход могут сюда заходить и двигаться вот как раз к входу в церковь. Так, друзья, а мы перейдем на ту сторону и пойдем вон в сторону тех домов. Кто смотрел мои прошлые видео, знает о том, что вот в том месте, где сейчас едет беленькая машинка, вот там вот сейчас латка из асфальта, где-то около недели тому, там прямо вспучило асфальт, потому что прорвало трубу около 60 сантиметров, если я правильно помню из новостей. 60 сантиметров, но это как бы, это мощная труба. И тут вот на протяжении вот этого вот всего пути все было затоплено. Там, где едут велосипедисты сейчас, вон в самом конце, там реально низменно, сейчас мы туда дойдем, и там реально воды было, ну вот, чтобы не соврать, где-то по грудь. Это измерить сложно, но сейчас мы с вами дойдем, и вы сами убедитесь в этом. Кто не видел это видео, обязательно посмотрите, ссылочка будет во всплывающей подсказке или в комментарии. Немного о погоде. О погоде в Киеве на 1 апреля. Второй день я страдаю. Я хожу и страдаю. Я не могу понять, что мне нужно надевать на себя. Потому что вроде бы ты утром выходишь в одном, и еще нету плюс 25 градусов, но уже ближе к 12, к 13, к 14, к 15 часам, сейчас около 3 часов дня, 25 градусов в тени, 24 градусов в тени. Сейчас, если будет пробиваться солнце, это будет все, наверное, 30, и жара стоит неимоверная. То есть сегодня, допустим, вот если вы посмотрите на меня сегодня, я уже вообще абсолютно без куртки. Я снял, то я ходил утром в жилете, сейчас ходил без куртки. Шиномонтаж. Кто у нас автомобилист и знает, когда нужно менять шины? Когда среднесуточная температура, да, больше 7 градусов, правильно? Я помню. Или нет? Или по желанию. Но я вам скажу, что в принципе, если летние шины менять на зимние важно и нужно, потому что на морозе они дубеют и становятся очереди просто колоссальные и огромные, да, там в октябре, в ноябре, в декабре, когда у кого ударит мороз, и все ломятся, вот ударил сегодня мороз, все, все ломятся именно нашим на монтаж. А зимние шины менять на летние, в принципе, как бы и не особо обязательно. Они мягкие, и даже если вы на них, на зимних шинах будете ездить и в апреле, и в мае, и все лето, то ничего там страшного нету, они просто будут стираться быстрее и все. То есть они просто будут из-за своей мягкости, из-за свойства резины, больше будут просто и стираться. Вот тут, видите, вот такие вот прием макулатуры. Добрый день. Добрый день. А какие у вас цены на бумагу прием? Какие цены? Расскажите на бутылки. 70 копик, 50 копей, робль 50 копей, 2 гривни. Самая дешевая 50, самая дорогая 2 гривни. Ага, порно, спасибо. Видите, можно зарабатывать, сдавая бутылки. Кстати, в Европе, кто знает, это вообще не зазорно. И вы, когда, допустим, покупаете какую-то воду или какую-то бутылку или какой-то лимонад, то в стоимость этого товара уже включена стеклянная бутылка. То есть, если вы ее потом просто можете сдать и хотите сдать, то, соответственно, вы получите взамен 50 евроцентов, 20, 30, 40, больше или меньше. Переезд, переход, переезд, не знаю. На самом деле он пользуется огромнейшей популярностью, огромнейшей популярностью из-за того, что это максимально короткий... Давайте перебежим, потому что едет поезд. Не советую такое делать, как я. Лучше выждать, подождать, дождаться, пока проедет поезд. Видите, опасный переезд, никаких опознавательных знаков. Часто, последний раз тут сбивали человека, наверное, я не знаю, наверное, где-то месяц тому. Люди идут себе наушники наделить, телефон смотрят, и все. И погнал. Вот такой короткий маршрут преодолевают люди, которые идут по эту сторону от метро. Потому что, допустим, другого маршрута тут, чтобы преодолеть, тут как бы и нет. Тут нужно или через метро объезжать, или отходить, или еще как-то. Вот такая вот автомойка. Классно выглядит. Сейчас у нее название Галактика. Раньше названия не было. Почему Галактика? Потому что вот этот ЖК, который тут построили, эти огромные такие муравейники, сейчас мы туда тоже зайдем, он называется Галактика. И автомойка как раз тоже на раз, два, три, четыре, пять отсеков. По ценам. Давайте посмотрим по ценам, что у нас тут есть. Если меня слышно, экспресс-мойка в зависимости от длины машины, 1,6, 1,8. Если какая-то помощнее машинка ширина 1,7 или 5 метров длины, то, конечно, цена будет дороже где-то на процентов 30. Экспресс-мойка 200 гривен. Самая дорогая из того, что я вижу, комплекс, какой-то квартусовый комплекс, передняя мылька, основная мылька за брудными 740 гривен. Цены все видите. Телефон есть. Кто живет поблизости, позвонили, записались. При желании 50 гривен. Пылесос. И все четко, все чисто. Всегда тут занято. Я, честно говоря, ни разу не видел, чтобы работяги тут не... Работяги стояли просто без дела. Всегда, постоянно такой, значит, поток нон-стоп. Вот чистая машинка, вот чистая машинка, вот чистая машинка. Все только выехали и ждут своего, видимо, хозяина. Может быть, даже люди, знаете, оставляют и потом просто приезжают, когда уже вымыли. Если вы экономите свое время, если вы экономите свои деньги, то лучше, конечно же, для вас выход это обычная мойка самообслуживания. В Киеве средняя цена на обычную мойку самообслуживания, так, чтобы помыть, ну вот примерно такую машинку или вот такую машинку, вам обойдется, ну, где-то 100-120 гривен. Прокат велосипедов уже открыт. Раньше тут были сноуборды, но сейчас уже потеплело и, видите, прокат велосипедов есть. И вот, кстати, при желании даже можно взять детское автокресло, автокресло, говорю, детское кресло, велокресло, прицепить, арендовать и прокатиться, понять, нужно ли оно тебе или нет. По автомойке, автомойке самообслуживания, когда я, допустим, заезжаю, мне хватает двух жетончиков. Один жетончик стоит 50, не помню, или 50, или 60 гривен. Его хватает в зависимости от выбранной программы на разное количество секунд. Ну, допустим, если это пена, да, вот я покупаю один жетончик и выбираю программу пена. Ее хватает там, ну, не помню, допустим, на минуту. Все, запенил машину, стоишь, ждешь, пока грязь слезет. Кидаешь второй жетончик, те же 50 гривен или 60 гривен. Выбираешь программу, допустим, холодная вода, и ее хватает уже в этом, в этом формате, в этой программе. Ее хватает там, не помню, на 3 минуты или на 4 минуты. Программ куча, там, осмос, неосмос, горячая вода, холодная вода, пена, ну, короче, куча, куча всего возможного. И за 100-120 гривен спокойно можно ее помыть, если даже таксисты приезжают, которые одним жетоном умудряются помыть все это дело. Так, нерегулируемый пешеходный переход. Попробуем перейти. У меня есть, знаете, одно желание записать в одном из следующих видео такой, можно сказать, соцэксперимент, когда я буду тестировать автомобилистов на их человечность, на то, насколько они готовы пропускать людей. То есть, вот, подходить просто к дороге, вставать и ждать, пока какая-то машина остановится. Потому что, катаясь на моноколесе, например, я часто очень слышу в комментариях от людей, которые проживают в других странах, что, типа, в Киеве это хаос, это трэш, никто никого никогда не пропускает. Нет! Вы не были в Греции. Вот там действительно хаос. Вы не были в Турции. Вот там действительно хаос. Вы не были в других азиатских странах. Вот там действительно хаос. А в Киеве, ну, не знаю, может быть, это мне так, конечно, везет, но по моим наблюдениям, меня я ни разу на переходе не стою дольше, ну, не знаю, там шести секунд. То есть, шесть секунд ты стоишь, все, любая машина, там не первая, так вторая, третья, остановится и, конечно же, пропустит. Друзья, вот мы зашли в галактику такой ЖК без каких-либо заборов, без каких-либо шлагбаумов. Просто заходишь, можно поиграть, можно посидеть летом, можно расслабиться вот на таких, видите, приятных, что это такое? Такие диванчики, не диванчики деревянные. Тут же можно вон в кафешечку залететь, взять кофе, посидеть, позагорать. Очень много молодежи тут. Тусит. Играют в баскетбол. Бесплатно. Главное, найти команду и поиграть. На самом деле, многие новые ЖК, они отличаются тем, что тут все продумано. То есть, человеку, вот даже если бы он просто оградил себя от внешнего мира, тут, по сути, есть все. Начиная от магазина, вон там вот висят шарики, вон там, там открылся новый магазин фора. Хотя за углом, справа от нас, там есть новус, огромный новус. Тут есть детский сад, тут есть какие-то турагентства, тут есть косметология, вон видите, салон красоты, тут есть цветочный магазин. Короче, куча-куча-куча всего, что нужно для реально существования тебя вот в этой вот среде, в этой оболочке. И человеку, особенно вечером, когда ты выходишь, очень комфортно тут находиться. Люди гуляют с детками, люди просто общаются. Да, этот дом вышел, встречаемся на нейтральной территории, ты тут, я тут, все вышли и все встретились посерединке. Вот видите, магазин фора открылся. Новый. Еще только-только эти шарики у нас повесили. Еще даже не сдулись. Еще одна детская площадка. Больше сейчас людей, сейчас тут детишек мало, не знаю почему, хотя сейчас вроде бы на 1 апреля школьные каникулы, насколько я помню. Вон детский бутик, детский магазинчик, то есть сразу тебе не нужно никуда ехать, ни в какие-то торговые центры, может быть тут, конечно, и дороже, но я не думаю, что прям как-то колоссально и кардинально. Детские площадки, все, что нужно, и карусели, и горки, тут сломя голову все носятся, прыгают, бегают. Что еще нужно для детей, чтобы их отвлечь от гаджетов, от телефонов, интернетов и тому подобное. Классный на самом деле галактика, его построили на месте завода, Галактон, то есть молочный завод был Галактон, и очень быстро построили, на мой взгляд, поставлю вот сносочку, когда это произошло, это произошло не так давно, и уже люди все тут живут. Очень много последние два дня вижу автомобилей на шириномонтаже. То есть сейчас все поголовно едут, меняют колеса, меняют зимнюю резину на летнюю. Для ориентира, для понимания примерная стоимость, вот стоит три машины, примерная стоимость замены четырех колес, снять колесо, разбортировать с диска, поставить новое колесо, летнее, резину летнюю, покрышку летнюю, накачать и поставить обратно. Примерно вот эта процедура вся стоит, ну, порядка, где-то там от 600 до 800 гривен. Хотите узнать, сколько это в валюте, делите на 38, в долларах делите на 42 евро. Много это или мало? Я считаю, что это многовато, вот по-моему. на мой взгляд, это многовато. Когда эта стоимость еще буквально пару лет назад была 450, 500, 550, это еще терпимо. Но сейчас, когда она уже 800, 850, ну, мне кажется, этот перебор. Многие в целях экономии просто берут, покупают дополнительные диски, да, то есть у вас, допустим, летние покрышки на одних дисках колеса, и дополнительные диски покупают, цена одного диска, ну, вот как вот эти самые дешевые, допустим, да, порядка там 1000-1100 гривен за одну штуку. Все, вы разово купили, надели на них, допустим, зимнюю покрышку, зимнюю резину, и все. И вам потом, когда вы меняете колесо, вам не нужно разбортировать, не нужно ждать. Открутили четыре гайки, можете даже это делать сами. Убрали летнее и поставили готовое зимнее колесо, если нужно, чуть немного его подкачали. Все, никаких проблем вообще нету, и если вы хотите, это можете сделать сами, если не хотите, это стоит порядка, не знаю, 50-80 гривен за одно колесо, просто открутить четыре гайки и закрутить обратно, установив зимнюю. В одном из прошлых роликов я вам показывал проблему парковок в любых ЖК. В любых ЖК я гулял по спальному району и смотрел сколько машин, сколько стоит машин. И вот на самом деле даже в новых ЖК, вот скажу вам, непродуманная система вот так вот парка мест. То есть даже сейчас тут, вот смотрите, слева есть, места. Все расчерчено, все четенько, а справа нету. И по-хорошему, по-хорошему, их тут не должно стоять. Вот эти машины, они не должны тут находиться. Почему? Потому что если нужно какой-то пожарки, да, там, подъехать с лестницей и поднять лестницу до там какого-нибудь двадцатого этажа, это будет довольно-таки сложного-то сделать. Но тут еще куда не шло. Кто слышал про ЖК Comfort Town, вот там реально зло. там просто трэш. Места для инвалидов, да, вдвоем встали, заняли на раз-два места, три машины, а сюда мы поставлю еще велосипедик. Нормальная логика, все четко. так, друзья, вот такая небольшая экскурсия по небольшому району на левом берегу. Я подошел к Новосу, ничего я там покупать не буду, заходить не буду, видите, даже свободно для электромобилей под зарядка, что тоже удивительно, потому что часто ставят даже на эти места, даже на эти места ставят все равно машины, ну, почему, я не знаю почему, потому что люди, видимо, так наученные. Не забудьте, что поддержать меня, поддержать канал, вы можете пальцем вверх, вы можете каким-то просто комментарием, вы можете подпиской, я буду очень вам благодарен, и каждому из вас я обязательно ставлю респект, если вы проявляете активность, молодцы. Подписывайтесь, не пропускайте новые видео, до новых встреч, всем пока.